Смотрите сегодня в выпуске. За любовь и верность 20 супружеских пар Сарова получили медали в День Семьи, Любви и Верности. Прощай, студенческая жизнь, дипломы о высшем образовании получили выпускники Саровского физико-технического института. Уже в России чем опасна оспа обезьяны, каков риск появления эпидемии нового вируса в нашей стране? Подробности далее. Каждый год 8 июля в нашей стране отмечают День Семьи, Любви и Верности. В этом году праздник стал официальным. По традиции в этот день вручают медали за любовь и верность. Их получают супруги, прожившие в браке более 25 лет, воспитавшие своих детей достойными членами общества и получившие известность крепостью семейных устоев. В Сарове в этом году наградили 20 семейных пар. Именно для них, для наших детей, внуков, для будущего. И важно беречь, сохранять те традиции, семейные традиции, все лучшее, что у нас есть, и передавать в будущее. Истории семей, которые собрались в зале галереи, многогранные. Они отражают историю нашей страны, нашего города, историю развития отдельных отраслей, атомной промышленности, науки и техники, образования, медицины, искусства, военного дела. Много лет эти люди посвятили работе и достигли выдающихся успехов. Но самым главным для них все эти годы была семья. Семья – это самое ценное, что у нас есть, и получается, что мы и живем ради нее. Ради нее мы меняемся, ради нее делаем какую-то карьеру, что-то достигаем, что-то развиваем у себя. Но мы понимаем, зачем все это надо и для чего мы это делаем. И именно для этого мы тратим свою жизнь. Мы понимаем, что семья – это не только радости, не только в апельки да прянички. Это тяжелые, непростые взаимоотношения. Здесь надо и умеренность проявлять, иногда настойчивость, иногда понимание. У каждого из гостей праздника свой жизненный опыт, свой путь, свой возраст. Но всех их объединяет одно. Им выпало счастье найти того единственного верного человека, с которым можно идти по жизни вместе, преодолевать трудности, добиваться успехов в профессиональной карьере и в воспитании детей и внуков. С уверенностью смотреть в завтрашний день. Секрет семейного счастья, я считаю, что самое главное – это слышать, слушать, уважать то, что говорит тебе твой муж, и никогда не говорить друг другу слова «нет». Терпение – самое главное. Оба супруга в семье Гужовых медики, так же, как и в семье Воробьевых. Марина Борисовна Воробьева проработала врачом в нашей больнице 37 лет. Ее муж Андрей Васильевич и сегодня трудится в КБ номер 50 врачом-травматологом-ортопедом хирургического отделения. Вместе они прожили более 40 лет и своей семейной жизнью доказали, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге – это основа брака. Для меня вообще в семье муж – это самое главное, что это моя надежная, что это моя надежда, опора, стена. То есть я знаю, что он никогда не предаст, всегда поможет в трудную минуту. То есть вот эта вот уверенность, что рядом с тобой человек, на которого ты можешь в любую минуту положиться и знать, что он тебя не оставит. А ты загордился? Да. Ну, в общем-то, вот столько лет прожили, столько лет знакомы. И вот я считаю, что это самое главное – это надежность, преданность, доброта в отношениях, ну и умение, конечно, прощать. С семьи начинается жизнь. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 114 магистров закончили в этом году с РФТИ «Ниаумифи». 65 из них с красным дипломом. По традиции, большинство выпускников нашего вуза пойдет на работу во ВНИЭФ. С РФТИ «Ниаумифи» – базовый вуз Российского федерального ядерного центра. Уже с третьего курса студенты проходят практику во ВНИЭФ и, устраиваясь на работу, уже четко представляют задачи, которые перед ними будут стоять. Это наш социальный пакет. Он был, есть, он остается самым большим в нашей отрасли. И народ, который к нам приезжает, до сих пор усвещается. У нас есть, начиная от этого замечательного зала, у нас есть спортивный комплекс, у нас есть культурный комплекс. Выпускники с РФТИ получат диплом «Ниаумифи». В июне вышел рейтинг университетов, где «Мифи» занял вторую строчку, уступив лишь МГУ. По последнему международному рейтингу «Ниаумифи» вышел в «Алмазную лигу» в топ-100 вузов мира. С РФТИ держит высокую планку, заданную главным вузом. Среди преподавателей и руководителей кафедр нашего института – члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук, ведущие ученые с мировым именем. Я бы хотела пожелать успехов. И я очень надеюсь, что тех знаний, которые вы получили в нашем вузе, будет достаточно, чтобы самореализоваться и чтобы исполнить свои планы. Учеба в СРФТИ – это не только лекции, практика и семинары. Хотя в научной сфере успехи у выпускников впечатляющие. Для студентов в институте множество возможностей для самореализации. Это и форумы, конференции, олимпиады, участие в стройотрядах. Выезды на спортивные соревнования, поездки, мероприятия совместно с городской общественностью. На выпускном студенты прощались не только с преподавателями и одногруппниками. Они говорили «до свидания» беззаботной студенческой жизни, с большой теплотой вспоминая проведенные в СРФТИ годы. Отдельное спасибо Юрию Валентиновичу Батькову, за то, что направил нас на практику, за то, что руководил нами все эти годы. И также Королеву Марине Вячеславовне. Отдельное спасибо. Хочется с абитуриентом пожелать успехов. Твердо ставьте цели и уверены к ним идите. Большие возможности, трудоустройство. И самое главное – это опыт работы будет уже начиная с третьего курса. Не каждый выпускник этим похвастается. У нас уже как бы есть три года. Мне кажется, это самое важное при устройстве на работу. Говорить, что ты уже что-то освоил, с чем-то ты поработал, какие-то статьи у тебя есть. Помимо дипломов, самые активные выпускники получали памятные медали за достижения в общественной жизни, спорте, научной работе и учебе. Оспа обезьян Первый случай оспа обезьян в России – завозной. Заболевший петербуржец, недавно вернувшийся из Португалии. Предположительно, именно там он и заразился. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем и возможность для распространения инфекции в стране купирована. Однако специалисты допускают, что вслед за первым завозным случаем неизбежно произойдут и другие. Случаи могут быть только завозные. То есть, если люди, как туристы, или кто-то по другим каким-то своим делам выезжает за пределы России, то тогда привезти, конечно, могут. Условия для распространения, если своевременно проводить противоэпидемические мероприятия, то, скорее всего, условий для распространения нет. Вирус оспа обезьян родственен вирусу натуральной оспы, которую полностью ликвидировали. По сравнению с натуральной оспой, оспа обезьян менее заразный, обычно протекает в более легкой форме. Среди симптомов – жар, сильная головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, боль в мышцах. Спустя несколько дней появляются высыпания, которые затем превращаются в пузырьки с жидкостью. Воздоровление наступает через 2-4 недели, но бывают и летальные случаи. В последние годы летальность составляет около 3-6%. Группами риска считаются, кто дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Почему мы говорим, что, возможно, связано, когда люди потеряли достаточный уровень иммунитета, поэтому, возможно, распространение широкое. Сейчас нужно на бытовом уровне избегать лишних контактов, не выезжать в регионы, где фиксируют случаи оспа обезьян. Пока лекарства от нее нет, лечение симптоматическое. По данным специалистов научного центра «Вектор», от этой болезни защищает вакцина от натуральной оспы, которой перевивали всех детей в нашей стране до 1979 года. В «Векторе» уже заявили, что приступили к тестированию новой векторной вакцины против оспы. Это средство будет эффективно и против оспы обезьян. Лето этого года без катаклизмов не обойдется, обещают синоптики. Жара начала июля немного спала, и впереди у нас несколько дней комфортный плюс 25. Тем не менее, расслабляться рано. В августе синоптики обещают рекордную жару в плюс 34-35 градусов. Такая погода может вызвать тепловые удары. Как правило, они заканчиваются потерей сознания. Любая потеря сознания, ей предшествует некий предвестник. То есть появляется головокружение, темно в глазах становится. Человек понимает, что ему плохо, и в этот момент нужно попытаться просто присесть, если рядом с тобой никого нет. Потерю сознания могут сопровождать судороги. Через какое-то время человек приходит в себя, но у него при этом повышается температура, возникает головная боль, тошнота и рвота. Помимо теплового на жаре может быть и солнечный удар. Он возникает, когда человек долгое время находится на солнце с непокрытой головой. Поэтому совет носить головной убор летом как нельзя более, кстати. Солнечный удар, он как правило проявляется тоже головной болью, повышением температуры, тошнота, рвота и резкая вялость, слабость. Если в вашем присутствии просто кто-то к вам обратился, что стало плохо и тут же потерял при вас сознание. Значит, тогда, конечно, лучше в тень, потому что и сами вы пока будете ждать, например, приезда скорой, вы на солнышке можете получить тот же солнечный удар. Ну и холод на голову, холод на лоб. Также можно смочить волосы. Любая влажная поверхность на ветру охлаждается на 2-3 градуса. Если человек не потерял сознание, надо дать воды. В жару люди стремятся поближе к водоемам. Загорая, надо обязательно пользоваться солнцезащитными кремами. Иначе есть риск получить солнечный ожог. Особенно в возрастном периоде людям, которые уже имеют какие-то пигментные пятна, пользоваться солнцезащитным кремом должны все молодые люди и дети в том числе. Если у кого-то склонность к образованию родинок или появлению родинок очень большая, значит, солнцезащитные кремы 50+. Причем количество крема должно пополняться в течение дня, если человек все время находится на солнце. Если вы все-таки обгорели, поврежденную участок кожи нужно охладить. Если получите общий ожог, то к вечеру у вас может подняться температура, появится головная боль и тошнота. Кожу можно обработать пантенолом. Но не наносите на это место жирный крем, иначе ожог будет усиливаться. Чаще принимайте прохладные ванны и прикладывайте влажную ткань. Статистика бракосочетаний за первое полугодие показала положительную динамику. С января в городе зарегистрировали свои отношения 178 пар, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. А вот число разводов сократилось на 8%. Распалось 148 семей. В День семьи, любви и верности брачный союз заключили 8 саровских пар и еще 15 за праздничную неделю. Люди конкретно хотели именно 8, но в связи с тем, что это была пятница, многие еще 6 пар, они свой брачный союз оформили в субботу. Ну, в любом случае, эти два дня имеют отношение к данному празднику, поэтому я называю общую цифру, потому что и 8, и 9 вся тематика была посвящена исключительно только, что вы счастливы, что ваш брачный союз заключается в этот прекрасный день, День семьи, любви и верности. Незначительно выросла смертность с 627 до 638 случаев, а вот рождаемость в этом году ощутимо сократилась. С января на свет появилось 275 малышей. За аналогичный период прошлого года в Сарове родилось 350 детей. На такую резкую разницу мог повлиять принцип экстерриториальности, который ввели в начале этого года. Теперь граждане могут регистрировать рождение детей в любом органе ЗАГС. Раньше этот принцип экстерриториальности действовал только в отношении государственной регистрации заключения брака. Поэтому это дает возможность получить не только, например, услугу как государственная регистрация акта гражданского стояния, но и юридически значимые действия. Получить справки, подтверждающие факт данной государственной регистрации. Всего с января в Сарове родилось 144 мальчика и 131 девочка. Две семьи стали родителями двойняшек. Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Михаил, Матвей и Дмитрий. Девочек чаще называли София, Виктория, Варвара и Дарья. Редкими именами называли, вот на сегодняшний день, конечно, это очень мы рады, что называют Григорий, Василий. Но в нашем городе это считается редким имя, потому что один-два ребенка за данный период имеет это имя. Среди редких имен еще такие, как Оливия, Левадия, Веринея, Амелия, Демьян и Евдокия. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Лучшего руководителя и стала победителем. Впрочем, Евгения Викторовна подчеркивает, что это не ее личная победа, а достижение всего коллектива. Награждение состоялось в законодательном собрании в Кремле в Нижнем Новгороде. Награда подписана Евгением Борисовичем Люлиным, что очень ценно. Это уже не первая наша награда, которую мы получаем, участвуя в различных конкурсах. Но такого уровня награды у нас пока еще не было. Конкурсная комиссия оценивала текущую деятельность организации, реализуемые проекты, планы на будущее. Особое внимание уделяли взаимоотношению в коллективе, оценивали командную работу. Как отметила Евгения Калачева, среди руководителей было много женщин. Представительницы прекрасного пола реализуют себя в различных сферах и добиваются выдающихся результатов. Когда мы были на вручении, там был и бизнес, была и социальная сфера. Достаточно много объектов в социальной сфере было награждено. Выходили женщины-руководители промышленных предприятий. Вот честно, очень приятно смотреть. Ну, конечно, и мужчины получали эти награды. Еще раз повторюсь, это достижение всей нашей команды. Это наша общая работа, наши проекты. Секрет успеха еще и в тесной коллаборации с другими ведомствами и организациями наш ЦПП активно взаимодействует с другими центрами поддержки предпринимательства в регионе, правительством области, администрацией Сарова, ассоциацией промышленников и предпринимателей. Благодаря совместным усилиям рождаются новые идеи и проекты, благодаря которым бизнес-сообщество в нашем городе развивается. Мы говорили в нашем эссе о планах и по формированию женского бизнес-сообщества, о планах по развитию социальной сферы. Пока не буду говорить, но у нас уже на август запланировано тоже грандиозное такое событие. Об объединении с другими, о взаимодействии с другими центрами поддержки предпринимательства. Не просто для того, чтобы нам пообщаться, а для того, чтобы наши предприниматели смогли установить устойчивые какие-то связи, договоренности, заключить договора. Мы поздравляем Евгению Калачеву и ее коллектив с заслуженной наградой. Желаем новых побед и достижений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. При Духовно-научном центре Саровского монастыря началась работа по реставрации карты генерального межевания времен Екатерины II. Карта датирована примерно 1784 года. Около 40 лет назад карту подарили сотрудники Мордовского заповедника историческому объединению «Саровская пустынь». Реставрационную работу карты «Саровской пустыни» проводит начальник отдела реставрации архива Российской академии наук Наталья Федоровна Поломарь. По словам реставратора, карту сохранить можно, но первоначального вида добиться будет невозможно, так как на карту попадала вода, плесень, есть и следы механических повреждений. Сейчас документ находится в руинированном состоянии. Бумага карты была наклеена на ткань. Ткань вся повреждена со следами биологического заражения, с дырками. Когда-то мышки грызли эту карту. Когда-то ее рвали, она была достаточно ветхая, на ней много заплаток, несколько слоев. На карте сохранилось несколько записей и символов. На документ XVIII века нанесены границы так называемой «Саровской дачи», а также план построек монастыря того времени. Карта уникальна своей ручной работой. Она состоит из отдельных фрагментов, которые составляют размеры карты – 6 на 3 метра. Сейчас реставрация карты находится на начальном этапе. Специалист удаляет ткань с бумаги, шпателем, сухим методом. Мочить карту или применять какие-то химические средства строго запрещено. Я сначала провожу фотофиксацию каждого отдельного участка, делаю видеозапись общего состояния, делаю схему, где какие участки находились. То есть я стараюсь сохранить всю информацию об этой карте максимально. Потом реставратор приступит к так называемому отдаленному увлажнению, чтобы расправить бумагу и делать ее ровной. После этого на специальной реставрационной бумаге специалист продублирует материал карты. На всю работу по восстановлению документа уйдет примерно один месяц. Добрый доктор Айболит в окружении лесных жителей – дед Мазай и царевна лягушка с пойманной стрелой. На этом стенде гости выставки «Лесная сказка» могут найти героев любимых сказок и повестей. Все волшебные фигуры выполнены из одного материала – дерева. Некоторые образуют композицию. К примеру, чудо-юдо-рыба-кит. Особая гордость автора. Путь от идеи до реализации каждый экспонат проделал немалый. Начало их создания – осень. Именно в эту пору Василий Ермолаевич отправляется в лес, чтобы собрать замысловатые ветки и корни деревьев. Затем приносит домой, сушит, подробно рассматривает. К работе приступает только после того, как увидит в них какого-нибудь зверя или сказочного героя. Одну, допустим, если их там несколько, одну искоря к себе под глаза поближе, чтобы ходить, смотреть. Как проходишь, видишь, что бы тут это, что бы тут делать, что бы тут делать. И когда уже решишь, что, ага, вот получится, наверное, вот такая вещь. Ножик в руки и вырезаешь. Как говорится, там все лишнее вырезал, оставил только то, что оставил. Василий Матвеев также вырезает по дереву. Для работы, как правило, выбирает осину или липу. Эта техника требует много мастерства, опыта, терпения и усидчивости. В экспозиции выставлено лишь четверть скульптур. Свою богатую коллекцию мастер собирал более 40 лет. Его работы выставляли в музее народной игрушки. В зале искусств Маяковки их экспонируют уже второй раз. Работа с деревом для Василия Ермолаевича стала не просто хобби, а увлечением всей жизни. Когда делаешь, ну, это же какая трудность, какая трудность. Делаешь и делаешь, и делаешь, и делаешь. Вроде бы трудностей никаких не должно быть, потому что все забываешь обо всем на свете. Познакомиться с экспонатами выставки можно в зале искусств, часы работы библиотеки Маяковского. Без возрастных ограничений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ловит Бориса в Сарове. Везде в Сатисе, по его словам, рыба есть, начиная от плотины и заканчивая кремешками. В наших водах водятся лещи, платва, уклейка, линь, окунь, карп, ерш, щука и окунь. Из всех насадок, с которыми я столкнулся за свою жизнь, в приоритете исключительно мотыль, опарыш и кукуруза консервированная. Все, больше из насадок я ничего не использовал. В принципе, потому что это еще диктует условия того, что это в спорте запрещено использовать больше одного компонента. Бориса гонит на рыбалку не только спортивный азарт. Посидеть ранним утром на берегу, в тишине насладиться природой, увидеть восход или закат. Ради этого можно пережить и ранние подъемы, и дальние поездки. И, конечно, как у всякого рыбака, у него в запасе много интересных или курьезных историй с рыбалок. Был однажды случай, не буду говорить название, был водоем, приехали ловить окуня, ну, то есть мелкую рыбку достаточно. А встали на яму, а в этой яме оказался, стоял сазан. И начал клевать две поклевки сазана, один на 9800, другой на 8200. Вот это вот было очень весело, когда удочки супер тоненькие, супер легенькие для ловли там мелкой мирной рыбы, а тут сазаны, было весело. Борис входит в состав сборной Нижегородской области. Этим летом его команда заняла третье место на Кубке России по ловле рыбы донной удочкой. На соревнования приехали более 150 участников, конкуренция была высокой. Допускали спортсменов не ниже первого разряда. Сейчас Борис готовится к соревнованиям по Фидору на чемпионате Мордовии в июле. Бдительность спасает жизни. И во вторник соревнования заметили на улицах города автомобиль Passat B6, водитель которого вел себя неадекватно. Как сообщили очевидцы, нарушитель украл у прохожего велосипеда и увез его в багажнике. Неравнодушные граждане обратились в органы и автомобиль задержали. На канал 112 поступила информация от граждан города о том, что в городе ездит водитель в состоянии алкогольного опьянения. Данная информация была оперативно передана сотрудникам ППС и ДПС. В ходе патрулирования данная автомашина была обнаружена, водитель задержан, были составлены необходимые административные материалы. Нарушители часто ловят и без погони. Еженедельные сфотки ГАИ редко бывают с пустой строкой в графе управления ТС водителями в состоянии опьянения. С начала года сотрудники госавтоинспекции поймали 64 водителя, которые решили сесть за руль после горячительных напитков. Особую роль в обеспечении безопасности на дорогах играют и бдительные горожане, рассказал Михаил Кондрахин. Нетрезвые водители – это, скажем так, беда не только наша, но и всех нас, скажем так. Хочется, чтобы они активнее принимали в этом участие, если есть достаточная информация о том, что какой-то человек управляет автомашиной в состоянии опьянения, либо алкогольного, либо наркотического, чтобы они звонили либо на 112, либо непосредственно в дежурную часть Советской 1. За первую поездку под шофе нарушитель может лишиться прав на полтора-два года, а также заплатить государству штраф в размере 30 тысяч. При повторном нарушении виновник может отдать в казну от 200 до 300 тысяч рублей и даже лишиться свободы на срок до двух лет, напоминают сотрудники госавтоинспекции. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Забавный и милый. Немножко поэт и философ. Любитель меда и различных лакомств. Винни-Пух – персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. Впервые мир узнал о Винни-Пухе 14 октября 1926 года, когда в печати появилась одноименная детская книга. В 20 веке, благодаря пересказу Бориса Захадера и фильмам студии «Союзмультфильм», Винни-Пух стал очень популярен и в СССР. В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения родителя добродушного медведя, английского писателя Алана Милна. На мероприятии летнего проекта «Библиодворик» молодежный библиотечно-информационный центр подготовил для ребят познавательно-развлекательную программу «Серьезный папа» и «Серьезному Винни-Пуха». Алану Милну нынче 140 лет, а как правило на всех двориках мы работаем с книгами и библиотека, поэтому тема была выбрана такая. Почему Винни-Пух? Да потому что он любимый, его любят и дети, и взрослые. Ну, вы видели, дети радовались, книгу они все читали, если не книгу, то смотрели мультик или «Диснеевский», или «Наш». В библиотечном дворике на улице Московская, 11, ребята весело отметили юбилей писателя, поэтому во дворе было оживленно и шумно. Сначала сотрудники библиотеки рассказали юным читателям о биографии Алана Милна, а потом дети разгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы по произведению, играли викторины. Не обошлось и без веселых стартов и подвижных игр. Ребята участвовали в конкурсе по перетягиванию каната, попробовали закрытыми глазами прикрепить хвост Осли Куя, бегали командные эстафеты. Мы брали человека, бежали до стола, возвращались, брали еще одного. И так пока кто-то не победит. Почему тебе понравились эстафеты? Потому что они были очень крутыми, мне очень понравилось бегать с другими. В конце все ребята получили маленький сюрприз – закладку для книг и леденец. А самые активные читатели на каждом библиодворике могут забрать в качестве подарка книгу или другой ценный приз. Чтобы быть в ряду счастливчиков, ребятам нужно лучше всех отвечать на вопросы и показать свои знания. А для этого сначала прочитать произведение, которому посвящено мероприятие библиодворика. Сегодня у нас были приключения Винни-Пуха и его друзей. Это очень развлекательно было. Очень много разных игр. И всегда можно получить какой-нибудь подарок за активное участие. Мне сегодня понравилось очень прикольно бегать и закрытыми глазами одеть хвостик. Еще мне больше нравится, когда мы с друзьями бегали взять другого за руки. И мне всегда больше нравится, когда здесь дворик проходит. Город Саров – уникальное место. Это центр передовых технологий и обороны щит страны. Над созданием ядерной бомбы в Сарове трудились такие ученые с мировым именем, как Юлий Борисович Харитон, Андрей Дмитриевич Сахаров, Игорь Васильевич Курчатов. В то же время у города и богато историческое прошлое. Здесь находится Свято-Успенский мужской монастырь «Саровская пустынь», в котором жил знаменитый русский святой преподобный Серафим Саровский. На территории Сарова святой нес и свой подвиг пустыны жительства. Чтобы открыть для юного поколения необыкновенную историю Малой Родины, в библиотеке имени Пушкина запустили видеоплощадку «Саров от Адая». Они смогут здесь познакомиться с видеороликами, снятые о нашем городе. То есть такие редкие, можно сказать, кадры о том или ином памятнике нашего города. Я с ними говорю, беседую, что такое Малая Родина, что является нашей Малой Родиной и так далее. Краевические книги о Сарове для ребят пока сложноваты, поэтому библиотекари адаптируют информацию для младшего школьного возраста. На первой встрече юные читатели поговорили о гербе города, а также узнали о преподобном Серафиме Саровском, Ближней Пустынке и Серафимовском источнике. Я узнала, что означает наш герб. Первое, он означает то, что наш город входит в Нижнегородскую область. Второе, я узнала, что это знак монастыря. А третье, это атомы. А значит, наш город производит ядерное оружие. И наш город является закрытым. Каждая новая встреча будет посвящена виртуальным прогулкам по разным уголкам города. Видеоплощадку Саров от Адая можно посетить в отделе краеведения в часы работы библиотеки ежедневно по 18 июля. Справки по телефону 91740. Мероприятие для детей старше 6 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова